История длиной больше чем в полвека. Один из крупнейших производителей трикотажа в СНГ. Больше миллиона товаров в год. Коллективом до полутора тысяч предприятия. Полесье это тот случай, когда рецепт модернизации позволил не просто пойти на поправку и встать на ноги, но и вернуться к полноценной жизни. Новые инновационные машины. Их 24. Вяжут не отдельные фрагменты, а вещи целиком. Изделия выпускаются без единого шва. У изделия нет ни лица, ни изнанки. На этом изделии, на трикотажных бесшовных изделиях можно добавить высокую добавленную стоимость, заложить хорошую маржу. Без выкройки и труда швей изделия создаёт машина. Например, чтобы получить свитер, уйдёт порядка часа. Оборудование не останавливается. Работа круглосуточная в три смены. До 80% товаров уходит на экспорт в Россию, а параллельно готовятся модели для немецкого рынка. Нами были приобретены ещё новых семь машин, самых, что ни на есть на сегодняшний день, современных, которые будут выпускать тоже бесшовные трикотажные изделия с уточной нитью. То есть они будут кани подобные. Даже в самое плохое время, в первые полгода этого года, когда всё остановилось, всё стоялось, удивленный вес экспорта у нас составил 70%. В золотых руках Татьяна Руско сразу шесть машин. Признается, вязать вручную не умеет, при том, что по трудовой вязальщица. Это не мешает ли их обходиться с вязальным оборудованием? Всё настроено в машине. Только заходишь, программу задаёшь, например, какую тебе надо модель. Задаёшь программу, и оно выходит, всё вяжет само. К слову Татьяна, и сама не прочь примерить новинки производства. Давно не фуфайками и ритузами едины. От коллекции классики до ультрамодных скандинавских фамилий луков. Гордость одежды для школьников в традициях европейской формы. В контрактном портфеле почти две сотни школ и гимназии страны. А ещё в очередь выстраиваются спортсмены. На зимнюю Олимпиаду киперовали их именно здесь. Национальный триколор в 2020-м особенно актуален. Когда проходила Олимпиада в Пхенчхане, мы такие перчатки делали в поддержку команде. Приветствовали свою команду в национальных цветах, национальной символике. А вот где живут точно далеко не политическими трендами 2020-го, так это в этом кабинете. Золотой пейзаж за окном вдохновляет ведущего моделера-дизайнера Наталью Кандыбину на сезон осень-зима 2021-го. В мире моды свой календарь. Если раньше за трендами следили в журналах, их по-прежнему на столе можно встретить, то сегодня в топе трендсеттеры и мудборды. Если это все европейские, получается, сайты, то есть больше европейской моды. У нас, получается, в Беларуси вообще нет, у нас трендсеттеров нет. Поэтому пользуемся. Сейчас очень стало жёстче, конкуренции больше. Поэтому каждый выживает как может, и нужно быть всегда на высоте. От модельера, конструктором своего рода, инженеры творческой мысли. Чтобы отшить, нужны лекала. Раньше их создавали вручную. Теперь искусственный интеллект рассчитывает всё до миллиметра. Программа помогает нам сократить время на разработку, вращает работу, повышает точность и экономит наши нервы. За 8 часов работы гардероб из 10 вещей. Для Людмилы Кондратюк это давно перестало быть вызовом. Пришла после школы в 17, и так уже почти 40 лет. Говорит, ни один протест не заставит остановить её швейную машинку. У меня двое детей. Дети уже взрослые, а внук у меня есть, уже в школу пошёл. Поэтому, конечно, я как мать, меня очень волнует будущее нашей страны. Главное, мир на земле был. Это самое-самое главное. Но локомотив Полесье вовсе не швейная продукция, а пряжа. На неё приходится 70% реализации предприятия. А своевременная модернизация помогла оттеснить на отечественном рынке даже турецких производителей. Такая машина у нас первая в Белоруссии. Также на ней можно сделать различные виды, такие как буклированная, борсистая, петлистая, спиральная. Фантазийная пряжа разных фактур и сплетений. Сенсация белорусских бабушек. А вот не только. Разворот на рукодельниц, кто живёт в формате хэштегов. Оборудование нам позволило, что на рынке такого у нас не было. Это у нас представлена первая такая пряжа. Вот именно у нас. Нам повезло с этим. Как бы благодаря вот этому даже я научилась вязать. Хотя раньше не вязала вот это. Юлия Мина – та самая золотая нить. В её случае поверишь в американскую мечту. Меньше чем за 10 лет девушка прошла все ступени карьерной лестницы. От работницы до руководителя. От училища до университета. Ну это моя работа. Я её очень люблю. Я её даже живу, можно сказать. Я смотрю в интернете новые цвета, новые тренды. Что сейчас в моде. Я даже дома, я, наверное, помешана на этом. Хлопот сейчас на предприятии хватает. Вместе с немецкими наладчиками местные малочисленные мужчины коллектива устанавливают новые предельные машины. У нас на предприятии всё происходит в штатном режиме. Поэтому всё нормально. Что надо? Деньги зарабатывать, жить. Зарабатывать должно и предприятие, чтобы зарплата работников шла в рост. До 90% пряжи отправляется за пределы страны. При том, что в последний четверть века на рынках идёт жесточайшая конкуренция. Исходя из имеющейся численности, мы можем выпускать только 300 тонн пряжи. Хотя, исходя из имеющихся мощностей по оборудованию, мы могли бы выпускать порядка 450 тонн. Что не даёт происходить в росте? Не хватает людей. Это ответ тем, кто считает, что численность на государственных предприятиях излишне. Искринять проблему нехватки кадров будут кардинально. Станками-роботами для ткацкого производства найти их не проблема. Для трикотажного куда сложнее. Сейчас мы в поиске работаем с крупнейшими мировыми производителями. С немцами, с итальянцами, с японцами. Для того, чтобы найти то оборудование, которое нам необходимо. Позволит увеличить объёмы производства, увеличить производительность труда, добавленную стоимость и, соответственно, увеличить заработную плату работников. В красильном цехе пахнет не интригами, а Италией. Сейчас идёт установка линий крошения. В палитре больше 150 оттенков. Позволит окрасить жгуты разной плотности и состава. Собственный цех – это важное конкурентное преимущество. Объёмы производства по украшению позволят нам увеличиться в порядке 50% по украшению. Сколько ниточки не видится, а всё равно будет виден конец. Пока за стенами этих цехов хитро прядут и вяжут мысли белорусов, здесь каждый занят своим делом. Хитро сплетениями нити и на производстве в жизни их точно не удивишь. Кристина Протусовицкая, Станислав Крикарский, Неделя, СТВ.